Дорога у велосипедистов 7 и 8 июля во время проведения международных соревнований по велоспорту изменится работа общественного транспорта в Минске. Завтра с 11 до 15.00 в столице приостановят движение пассажирского транспорта по проспекту Победителей. В субботу кирпичей будет гораздо больше. С 12.30 до 13.00 будет закрыт проспект Победителей на участке от улицы Немиги до проспекта Машерова. С 13.30 до 18.00 ограничат движение по проспекту Победителей на участке от улицы Немиги до улицы Ратомской. Это также повлияет на изменение движения общественного транспорта. С трудовой миссией сегодня в Минск приехал студ-отряд из Санкт-Петербурга. Он будет работать на стадионе «Динамо», а в Лошадском парке уже сегодня поработали. Взрослые дети осваивали на свежем воздухе движение хатха-йоги. А еще в столице прошел второй этап районного конкурса на самый чистый двор. Анастасия Хоботова, наш дежурный по городу, расскажет. С большими чемоданами и планами на работу. В Минск приехали 23 студента из Санкт-Петербурга, чтобы поработать в белорусском студенческом отряде. Ребята из северной столицы России помогут в благоустройстве стадиона «Динамо». Кроме этого, их ожидает интересная культурная программа. Экскурсии по Минску, походы в театры и участие в спортивных состязаниях. Все настроены на работу, все активные ребята. Мы собрали очень хороший коллектив. Они уже подружились и все, я думаю, будет отлично на высшем уровне. В полдень в Центральном районе найти дворника практически невозможно. Они уже успели выполнить свои прямые обязанности и теперь готовятся к третьему этапу конкурса «Лучший дворник Центрального района». Коллеги и в то же время конкуренты сегодня познакомились во время жеребьевки и объезда придомовых территорий. У каждого своя группа поддержки. Всего же на конкурс заявилось более 40 человек. Во второй тур прошла только половина. Обладатель звания «Лучший дворник Центрального района» сможет на время отложить метлу и лопату. И отправится в туристическую поездку по одной из европейских столиц. Государство создало конкуренцию. Это способствует качественной уборке и тем самым стимулирует и руководителей жилищно-фессионных участков совершенствовать свою работу, улучшать ее. Дефицит кадров жилищно-фессионные участки не испытывают. Поздороваться с солнцем, получить заряд хорошей энергии на весь день. Теперь в Лошадском парке проходят занятия по хатха-йоге, где любой желающий может прийти и научиться всему с нуля. Занятия, если позволяет погода, по вторникам и четвергам прийти на них может и старый млад. А саны для всех доступны. Было бы, как говорится, желание. А желание, судя по всему, есть. Сегодня в Лошадский парк пришли и малыши, и взрослые. Сегодня пришли новые люди, которые узнали об этом из интернета. К нам присоединилась еще и молодежь. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Телефон нашей горячей линии 029-600-700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. А по столице сегодня дежурили Анастасия Хоботова и Сергей Курков. Число преступлений, совершаемых наркозависимыми, сократилось в Минске по сравнению с прошлым годом на 15%. Работает система профилактики и наказания тех, кто стал рабом иглы. И тех, кто помогает трезво посмотреть на мир. Места и время всегда разное. Главное, подальше от любопытных глаз чужой сюда никогда не попадет. А они находят точно и вовремя. А вот к таким машинам приходят наркоманы за чистой иглой. За одну стоянку от 30 до 50 человек. Раз уж колются, то пусть хоть риск заражения ВИЧ снизится. Этот вирус и так в крови у каждого третьего минского наркомана. Работают на таких машинах особые волонтеры. Недавно сами были там. Поэтому всегда знают, куда нужно ехать. Среди них и Максим. Пошел на заместительную терапию. И нашел работу здесь. Помогать людям, таким же, как я. Но которые еще не бросили. Нам удалось пообщаться с теми, кто пришел сюда за емкостью для дозы. Сразу после интервью они пойдут в укромное место. И сделают очередной злосчастный укол. Рады бы завязать. Да не могут. Вначале нюхал, потом укололся. Думал тоже, что будет все так ярко и чудесно, как начинал. А оказалось не так. Через два года я уже лежал в первом репутационном центре. Там тюрьма была. И, ну, таблица Менделеева вся во мне сидела через пять лет. И я уже не знал, что делать. Потому что родители выгонялись дома. И на улице ходил, побирался. Думал, как, куда, что. Все друзья отказались. И, ну, достиг дна буквально через, там, шесть лет. В Минске сейчас более 20 тысяч официальных наркозависимых. Чуть больше процента от всех жителей города. Для европейской столицы показатель довольно неплохой. В Москве он больше в сто раз. Но все равно борьба с чумой 21 века не утихает ни на день. Пресечена деятельность двух нарколабораторий. Пресечено 15 каналов поставки наркотиков на территорию города. Ликвидировано шесть помещений, специально приспособленных для изготовления наркотических средств, психотропных веществ. Результаты работы правоохранителей в цифрах. Преступления наркозависимых 38. За аналогичный период прошлого года 175. За решеткой сейчас 115 продавцов и 375 тех, кто просто хранил. Преступлений несовершеннолетних 8. В прошлом году было 34. Воздух не сытный, его глотать нельзя. В теле нет клеточки, которая бы не жаждала. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает, труп. Так о состоянии наркомана писал морфинист Михаил Булгаков. Но отец Дионисий, который уже больше 10 лет и молитвой, и делом помогает зависимым обрести новую жизнь, уверен, что воскресение возможно. Наркоман, это свойство любого наркомана, он живет в постоянном страхе. И здесь, когда он делает первые шаги только к трезвости, он уже начинает ощущать начатки той радости, которой у него никогда не было. Есть в его приходе икона Богородицы, неупиваемая чаша. Ей молятся об избавлении от зависимости. И вот эти скромные украшения к ней принесли исцеленные люди. В благодарность. Муж есть, тоже можно венок не пускать. Сейчас мы не отмечаем, а в юности, конечно, отмечали. И костер, и гуляния, и все что угодно. Приводят через костер, девушки венки по воде пускают. Собирались в лесу, на поляне большие полили костер, искали в лесу попрыть к ветмам. Все стандартные предельцы. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которая всегда рядом, работала Наталья Михайлик. Хорошего вечера. Новосибирск